Организация массовых мероприятий на открытом пространстве допускается при условии ношения масок. Маска должна закрывать не только рот, но и нос. Так вот ношу маску, если есть, написано, одел. Я думаю, что сильно обижаться не надо, но просто если есть, эти требования не должны быть как бы везде и постоянно. Всегда надо одевать маску, надо хотя бы не для нас, для детей, хотя бы как-то предостеречь себя. Потому что очень большие болезни, очень много людей болеют. Да, конечно, только сняла ее сейчас. Зашла платить это интернет и сняла. По дороге я пока не одеваю, потому что дышать трудно. Переболела. Вы уже переболели? И знаю, что это такое. Это очень тяжелое заболевание, поэтому я стерегаюсь. А давно вы болели? Вот скажите людям, что это очень страшно. Я болела в марте месяце, лежала почти месяц. И это очень страшно. Проведение массовых мероприятий, включая свадьбы в закрытых помещениях, разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%, но не более 250 человек. Люди должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить распределение не менее 4 квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны. Также агентство электронного управления, Минздраву и МВД поручено разработать до 1 октября этого года цифровой сертификат по мониторингу заболевания, вакцинации и тестирования на COVID-19. У нас будет единый цифровой сертификат вакцинации, который будет использоваться вместе с сертификатом тестирования и реабилитации после COVID-19 с 1 октября и электронной системой для заполнения эпидемиологической карты онлайн для пассажиров и путешественников, которые пересекают государственную границу Республики Молдова. В рамках мер по борьбе с COVID-19 в Молдове будет разработано мобильное приложение, которое поможет отслеживать соблюдение режима самоизоляции. Майя Садович, Григорий Ставила, Мария Казаку, Новости.